Приветствую вас, дорогие наши друзья! Мы вместе с вами продолжаем исследовать замечательную книгу пророка Исаии. Сегодня мы рассмотрим с вами две главы. Это 55-я глава и 58-я главы. Хочу представить наших гостей. У нас сегодня в студии Константин и Анатолий. Здравствуйте! Здравствуйте! Следуя нашему обыкновению, я предлагаю Анатолию вам помолиться. Наш Господь, мы благодарны Тебе за эту возможность объединиться вокруг Слова Твоего. Хотим услышать голос Твой. Хотим, чтобы Ты, Господь, сегодня обратился к нам, и мы могли услышать Слово Твое. Благослови брата, который будет сегодня вести эту программу. Господь, мы очень хотим, чтобы особая сила Духа Святого могла наполнить каждого из нас и наших слушателей. Во имя Иисуса просили. Аминь. Аминь. У нас сегодня очень интересные главы. Между прочим, даже актуальные и важные главы. Это 55-я и 58-я главы. Вот, давайте прочитаем прямо первый текст 55-й главой. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите. Покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Интересный, да, призовь? Кому он обращен? Все, кто жаждет. Все, кто жаждет, правильно. Идите все, то есть все, без исключения, но те, которые осознают, которые чувствуют жажду. То есть, естественно, тот, кто не чувствует этой жажды, навряд ли он пойдет. Но тогда, когда Исаия говорил это, подразумевел ли он там язычников? В данном случае. Но он говорит все. Все. Ну, это мы сегодня говорим, понимаем, все. Но если мы возьмем 56-ю главу и другие главы Исаия, он подразумевал язычников. Потому что он говорит и сыновей наплеменников. Присоединившихся к Господу. А, присоединившихся. Ну да. Ну, конечно, он же... Я имел в виду язычников всех, которые... Я понял, кстати. Кстати, естественно, что Исаия проповедует иудеев. Но, начиная с 40-й главы, мы уже встречаемся в основном с рабом Божием. Мы понимаем, что это Иисус Христос, да? И очень часто написано, что Христос был поставлен в завет не для иудеев, а для народа. Да. Поэтому, когда мы говорим все, то, естественно, Бог предполагает... Возможно, Исаия конкретно обращается к иудеям, естественно. Но в этой речи мы понимаем вообще всех. Ну, да. Если возьмет в руки, допустим, свиток не иудей и начинает читать, он же себя тоже увидит. Он же аж все... Естественно. Конечно. Сразу то же. Естественно. То есть призыв обращен ко всем без исключения, кто чувствует, что он нуждается вот в этой женщине. Естественно, человек, который не нуждается, он не придет. Ну, вот смотрите, вот интересный такой призыв, да? Вот идите, покупайте, ешьте... Бесплатно. Бесплатно. Вот интересно. Сегодня такое могут устраивать, скажем, благотворительные организации, да? Вот идите, покупайте бесплатно. А вот как вообще можно купить, вообще что-то бесплатное вообще можно вообще приобрести? Нет, я считаю, что всегда, всему есть цена. Цена есть. Всему есть цена. Поэтому чем-то нужно платить. Это, с чем-то нужно расстаться, это нужно, допустим, что-то замена дать, это нужно, допустим, чему-то уделить очень много времени. Ну, всегда нужно чем-то платить. Согласен, вот допустим, сегодня даже благотворительные организации говорят, мы раздаем вам там молоко, бесплатно. Но это же молоко сама же организация приобрела за деньги? Да, конечно, оно бесплатно, может быть, восконечному потребителю досталось. Да, но за нее было уплачено. За нее было уплачено. И вот смотрите, когда мы с вами исследовали 53-ю главу, мы поняли, что Иисус Христос уплатил за наше искупление. Иисус Христос отдал сполна всю цену. И поэтому в 55-й главе Исаи его делает вот этот призыв. Поскольку Иисус Христос уже за все заплатил, все, которые нуждаются, все, которые чувствуют свою жажду, они могут прийти и получить все бесплатно. Благая есть? Очень благая. Благая есть, да? Но цена все-таки определенная есть и еще с нашей стороны. Вы согласны или нет? Да. Да, Христос за все заплатил. Но с нашей стороны все-таки вот эта цена наша, это наше послушание, это наше повиновение. Потому что, да, Христос умер, но если я не принимаю эту весть, если я не принимал Христа в свою жизнь, если я не повинуюсь Ему... Не, ну цена даже, вы должны время найти на это. Вы должны оставить что-то. Оставить, бывает, ради, для принятия Иисуса, нам нужно расстаться с друзьями. Да, определенное же... Бывает, вместо жительства даже, нам нужно многое сделать. То есть, заплатить вот именно вот этим всем, для того, чтобы следовать за Иисусом. Обязательно. Но даже, если взять тот такой вариант, что благотворительная организация, волонтер пришел сам к тебе домой и предлагает, тебе нужно все-таки поверить, что он это дает тебе с добрым сердцем. Да, в принципе, понятно. Но давайте мы теперь посмотрим. Вот когда Он говорит, приходите, да, вот смотрите, Он не просто говорит, приходите. Вы обратите мне, три раза употребляется глагол идите. Два раза употребляется глагол покупайте. Но все это бесплатно. То есть, Бог не просто вот так говорит, ну приходите. А Он настаивает, ну идите, идите. То есть, Он как бы вот постоянно призывает, чтобы люди пришли. Вот это тоже очень важный вот такой момент, что... Нам тоже многие удивляются. Почему Вы так много тратите энергии, времени, когда Вы это все делаете бесплатно? Ну, за этим что-то есть. Ну, люди как бы не хотят даже верить, что это бесплатно. Ну, что мы там делаем, допустим, выставка здоровья. Мерим давление, а то людям все бесплатно, да? Ну, что-то за этим есть. Что-то за этим есть, да. То есть, Вы понимаете, здесь недостаточно, вот скажем, с человеческой точки зрения. Ну, я сказал один раз. Ну, дальше Он знает. А вот Бог... Настойчивость. Да, вот здесь Бог проявляет настойчивость. Ну, идите же, как бы, да, вот эта настойчивость. Ну, покупайте, но это на самом деле все бесплатно. И мы понимаем, да, здесь предлагается вода, здесь предлагается вино, здесь предлагается молоко. но мы понимаем, что это на самом деле нематериально. Это здесь речь идет о духовных благословениях. И давайте посмотрим, вот это вода. Это что за вода? Вот откроем Исаия, 44 глава, 3 стих. Ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссовшие, и залью дух мой на племя твое, и благословение мое на потом. Вот смотрите, изолью воды, а дальше говорит, что предполагается под этой водой. Это дух. Это сила Божия. Это дух, да, написано? Изолью воды на жаждущие и потоки на иссовшие, и дальше написано, излию дух мой на племя. А когда мы читаем Иоанна, 7 глава, 37-38, вы тоже помните? Да, да, да. Тоже он сравнивает воду. С этого раза привезли ко мне, да. Он сравнивает воду опять с духом святым. Поэтому здесь речь идет о благословениях. Те, которые чувствуют нужду, Господь дарует им бесплатно своего духа. И, естественно, вино и молоко – это просто обилие благословения. Теперь, когда мы читаем первый текст, вот такая картина. Вот приходите, покупайте, но бесплатно. Вот покупайте, но бесплатно, да? А вот кому приходить? Вот на этот вопрос отвечает там третий текст. Давайте прочитаем, 55-я глава, третий текст. Чтобы понять, кому вообще приходить. «Побнимайте и приходите ко мне. Слушайте, и жива, чтобы жива была душа ваша. Я заключу с вами завет вечный и нетленную милость, обещанную Давиду». Да, вот начальная часть. Вот приходите ко мне. Ко мне. Да, Господь приглашает. Да, то есть Бог приглашает прийти к Нему. Потому что то, что Бог может предложить, а мы поняли, что это Духа Святого, это духовные благословения, их можно приобрести исключительно у Бога. Потому что вне Бога вот этого всего не существует. И когда мы читаем с вами теперь второй текст, обратите внимание, какой контраст. «Для чего вам отвешивают серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно, и вкушайте благо, и душа ваша донасладится туком». Вот интересно, как вы понимаете вот этот текст? «Для чего вам отвешивают серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?» Означает ли это, что деньги нужно тратить исключительно на хлеб? Нет. Мое понимание этого текста всегда было таким, что не нужно, ну давайте так скажем так, падать в коняток с флороновых, верить так по-настоящему. То есть люди, похоже, совершали какие-то обряды, какие-то служения, они не приводили к Богу, они как-то даже разделялись с Богом. Я говорю, ну зачем вы это делаете? Вот это же не насыщает. Они же все пустые, это же все идолы, ну другими словами себе сказать. Они вам не дадут ни будущего, ни настоящего, ни надежды какой, ничего нет. Вот приходите ко мне, и вот тогда вы получите настоящее. Спасибо, Анатолий. Вы правильно обратили внимание, что мы уже отметили, что первый текст касается нематериальных ценностей. И поскольку второй текст, это как бы контраст с первым текстом, то естественно и здесь следует понять нематериальные ценности, поэтому можно, если буквально трактовать второй текст, можно дойти до абсурда, что кроме хлеба, больше ничего покупать нельзя. Но мы понимаем, что здесь о совсем другом идет речь. Вот смотрите, для чего вам отвечу в серебру? За то, что не хлеб, и трудовое свое. То есть ты как бы обмениваешь свой труд вот на что-то. И когда мы вот сравниваем первый и второй текст... Оно не насыщает. Да, оно не насыщает, естественно. Ну да, ведь может ли идол насытить? Сто процентов нет. Понимаете, у него нет вот этого, то, что Бог дает тебе, мир, успокоение, это не насыщает. Однозначно, Анатолий. То есть вы правильно отметили, что здесь речь идет, во-первых, об идолопоклонстве. Если все блага находятся у Бога, зачем вы кадите, зачем вы служите лже-богам? Все равно они вам ничего не дадут. Но я бы хотел обратить внимание еще на один аспект, вот какой еще духовный урок мы можем взять отсюда. Вот смотрите, в первом тексте Господь говорит, вот, духовное благословение, духовную жизнь я даю вам даром. А во втором тексте мы можем сформулировать еще так, но вы пытаетесь ее заслужить. Да, тратить деньги, да, да. Вы пытаетесь ее заслужить. То есть в мою благодать вы пытаетесь заработать. К сожалению, да. К сожалению. То есть мы можем сказать, вот здесь оправдание, наверное, по вере идет и оправдание по делам или по заслугам также идет. То есть Бог говорит, что оно невозможно. Как бы ты бы не трудился, твой труд он не насытит тебя. А я то, что тебе предлагаю, я предлагаю тебе даром. Не надо зарабатывать то, то, что я уже искупил и предлагаю тебе. Оправдание по вере, да. Да, вот это очень тоже... Сколько раз читал эти тексты и как-то не забылся. Так не рассматривал, да, я тоже. Да, что именно вот так вот. Потому что они, вы понимаете, в контексте находятся. Если первый текст говорит о том, что Бог дает все даром, а второй текст говорит, а зачем вы платите? И мы понимаем, что это не материальная ценность. То есть они платят за то, то, что невозможно купить. То, что Бог дает даром. И мы должны понять, что спасение это по вере и спасение это по благодати. Вот еще один очень интересный момент. Обратите внимание, говорит, и душа ваша насладится. То есть Бог насыщает не желудок, а Бог насыщает душу. Да, и пусть душа ваша порадуется сытной пищей. Да, то есть не желудок она той, потому что желудок, да, сегодня он порадовался, это там сел что-то. А через, ну там, пять часов ты опять чувствуешь, испытываешь определенный голод. Ну, это еще раз говорит, то, что Константин рассказывал, это еще раз говорит о том, что человек хочет чем-то насытить свою душу. Он хочет, он ищет, он едет на концерт, он ищет еще что-то. То есть в данном случае мы должны предложить людям, чем ее заполнить. Это Господом. Однозначно. Потому что все остальное, оно похоже на мыльный пузырь. Да, он вот красиво выглядит до тех пор, пока он не лопнет. Да. Когда лопнет, уже ничего от него не остается, да. И поэтому здесь очень важно, что Бог заботится, да, мы не говорим, что Бог не заботится о физическом нашем пропитании, но намного важнее, чтобы наша душа насыщилась, насытилась благословениями. Хорошо. Теперь вот здесь интересный момент, вот третий текст, последняя часть. «И дам вам завет вечной, неизменной милости, обещанный Давиду». Да, то есть Бог здесь говорит о том, что все, что я обещал Давиду, вот это я все исполнил. А вот кто этот Давид? Царь. Царь. Хорошо. Вы увидели, что это царь Давид. В корень Давидов. Давайте четвертый текст почитаем. Тот же этот Давид. «Вот я дал его свидетелям для народов, вождем и наставникам народам». Относится это к физическому Давиду? Как Иисус уедет. Это не относится к физическому Давиду? Нет. Потому что, говорит, вот ты призовешь народа, которого ты не знал, и народа, которые тебя не знали, придут к тебе, да? То есть физический Давид, он не был свидетелем, он вообще не назван свидетелем для народов. Он не был вождем и наставником народа. Он был царем над Иудином. Параллель какая-то идет с Давидом. Да. То, что обещано было как Давиду, скажем так, можно рассмотреть как параллель. То же самое, допустим, сегодня через Господа мы получаем те же благословения, которые были когда-то обещаны ему. Конечно, Антокий. Но даже то, что было обещано Давиду во второй книге Царства, что «но всегда на престоле», это же опять относится к обетование к Иисусу Христу. Потому что в Деянии Апостолов прямо так и написано, что это относится к Иисусу Христу. Поэтому здесь Давид, это Иисус Христус. Да, то, что Бог обещал и земному Давиду, но то, что Он обещал земному Давиду, оно связано с Мессианом, оно связано с Иисусом Христом. И поэтому через Иисуса Христа, вот третий текст, он говорит, все Божьи обетования исполнятся. Вы помните, да, в Каринфе оно, по-моему, написано, во Христе все обетования... Да. Да. То есть, в 53 главе Он искупил нас всех, и со Христом уже Бог все, что обещал, со Христом мы все получим. Вот такая весть у нас вот в 55 главе. И давайте мы прочитаем вот пятый текст, очень интересный. Вот ты призовешь народы, которых не знаешь, и народы, не знающие тебя, устремятся к тебе из-за Господа твоего Бога, Святого Израиля, потому что Он прославил тебя. Да. Мы понимаем, что и речь идет о Мессии, да, уже? Да. А как вы понимаете, вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе? Ну, как раз это и исполнилось, что именно когда Господь пришел, Он сменил вот парадигу мышления людей, чтобы они акцентировали внимание не на себе только, а что Он пришел для всех народов? Да, но вот ты призовешь народ, которого ты не знал. А, которого ты не знал. Вот, допустим, если это относится к Мессии, да, вот как Он не знал народ? Ну, может быть, я сложно не могу сказать, ваша мысль какая здесь за вас выказана. Выразите свое мысль. Ну, я имею в виду, что народ, которого ты не знал, здесь я все-таки взял бы те, которые не были все-таки с народом Божием, и людей не были. Я все-таки делаю акцент на том, что языщики. Ну, я так думаю, можно? Да, конечно. Народы, которые тебя не знали, если они тебя не знали, значит, и ты не знал их. Нет, смотри, ты призовешь народ, которого ты не знал, и еще призовешь народы, которые тебя не знали. Ну, тебя не знали, это проще. Это проще, да. А вот ты не знал тоже. Я сейчас сижу, рассуждая, вспомнил одно из высказаний, которое записано в Новом Завете, когда Христос, описывая Второе пришествие, скажешь, говорит, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Ну, есть один из переводов, написано, народы живут в землях, незнакомых вам. Вы их позовете. Хорошо. Давайте мы здесь, возможно, здесь два варианта вот таких. Во-первых, речь может касаться язычников. Тогда что означает? означает, что мессия не знал. Не то, что мессия не знал язычников, а вот то, что язычники не принадлежали к его народу. Вот в этом плане. Народ, которого ты не знал, не то, что я не знал, а то, что они не принадлежали к моему народу. И те, которые меня не знали, естественно, язычники, которые не знали к Богу, через Христа обратятся к Богу. Но есть и другая точка зрения, которая отделяет вот эти два народа. Почему эта точка зрения имеет право на существование? Потому что в пятом тексте ты призовешь народ. В единственном числе используется. А во втором случае и народы, это множественное число, которое тебя не знали. Это язычники. А вот народ в единственном числе есть точка зрения, что касается иудейского народа. То есть Иисус Христос, хоть это и мой народ, но по причине их беззаконий я их не знал. Вот свой народ я не знал по причине их беззаконий. Это, вот как вы, да, привели вот текст, да? Да, моим ли именем, да, это я их никогда не знал. То есть может быть и такая точка зрения, что Бог здесь говорит о своем народе, в единственном числе, которое используется, это иудейский народ. Что я их не знал, хотя они меня знали, но я их не знал. По причине их беззаконий. А язычники, которые меня не знали, на самом деле я их знал. Подходит. Интересно вам, мой народ я не знал, но они меня знали. А язычники меня не знали, а я язычников знал. Ну, если немножко забегать вперед в 58-ю главу, которую мы будем сегодня рассматривать, то Бог там прямо говорит, что вы как бы ищите меня, призываете имя мое, но как бы. Да, да. Мы, вот как раз это очень интересный момент, мы коснемся. Давайте мы рассмотрим пока шестой стих. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. То есть мы понимаем, что шестой текст это призыв отчиск к чему? К покаянию, да? Призыв к покаянию. Вот мы должны это все связывать, вот сводить в 53-й главе. Вот поскольку Иисус Христос совершил все это, вот с первого же текста Исаия предлагает всем бесплатное благословение. Но чтобы приобрести вот это благословение, оно предполагает, что ты должен уже не жить вот по прежнему образу твоей жизни, но должно произойти фундаментальные изменения в твоей жизни. Если ты раньше не искал Бога, то ты сейчас должен искать. И вот смотрите, вот что здесь интересно, что значит вообще взыскать Бога? Вот как вы это понимаете? Вот ищите, ищите, да, Господа? Ну, у меня на ищите написано. Ищите Господа, вот что значит искать Бога? Ну, взывать к Нему. Вот где Его найти? Как-то немножко странно звучит, это как люди, у которых был храм живого Бога, и тут призыв к ним, ищите Господа. Ищите Господа, да. Ну, вы знаете, в Библии очень много именно такого словосочетания, взыщите, воззовите ко мне. То есть это обычно делается в каких-то ситуациях, или когда народ отступил где-то, ему говорят, ну взыщи, покайся, и вот тогда Господь простит тебя. То есть какое-то особое состояние должно быть. Спасибо, Анатолий. То есть мы понимаем, да, что искать Бога, это означает искать понимание Его воли. Да. И если мы почитаем, вот откройте, пожалуйста, 2-я книга Паралипоменон, 14-я глава, 4-й стих. И повелел иудеям взыскать Господа Бога отцов своих, и исполнять закон Его из заповедей. Вот, что означает взыскать Бога? Это исполнять Его закон и исполнять Его заповеди. Мне кажется, черно-по-белому написано, что значит взыскать Бога. А вот если мы откроем еще один интересный текст, это Иеремия, 29-я глава, 13-й стих. Вот смотрите, какое обетование дает нам Господь через пророка Иеремию, 29-13. «И взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Вот смотрите, можно ли взыскать Бога? Найдем ли мы Его, если будем искать? Если всем сердцем, да. Да, потому что есть обетование. Если ты будешь искать Бога всем сердцем, то ты Его найдешь. Мы понимаем, что человек не может найти Бога, если Бог сам не откроет тебя людям. Но Бог сам говорит, вот если ты от души, если ты от сердца будешь на самом деле стремиться искать, если ты будешь стремиться соблюдать, я тебе откроюсь, обязательно откроюсь. А если не открываюсь, значит, какая-то в тебе проблема. Если немножко вернуться назад с этой точки зрения, то Бог говорит, что я и залью Дух мой на иссохшее. То есть получается, что человек, который живет вне Бога, не живя по закону Божьего, он по своей сути внутренней, как пустыня, как засохшая земля. Без Бога. Без Бога, да. Но ведь когда-то он, наверное, жил с Богом, он знает, что такое жить с Богом, в каком состоянии это быть не сухим. И когда-то до него начинает доходить, что хватит так жить. Было лучше, да? Да, было это лучше. Да. Но вот смотрите, интересный призыв здесь, ищите Господа. Если он обращен к иудеям, мы понимаем, что он ко всем, в принципе, обращен, а в первую очередь к иудеям, да? А как вам кажется, иудеи не искали Бога? Ну, я думаю, они искали, бывает, форму больше, чем Бога. Да. Да, но они искали, да, Бога. Вот когда мы перейдем сейчас к 58-й главе, да? Смотрите, вот второй текст. Они каждый день ищут меня. Каждый день. Хотя, наверное, мы каждый день, наверное, не ищем. Каждый день ищут меня, хотят знать пути мои. Ну, если брать во внимание, что тогда, тогда ведь атеизма, наверное, не существовало. Тогда религия была повсеместна. Вот. И сказать, что они были атеистами нельзя. Однозначно нет. Но смотрите, ирония в чем? Ирония в том, что народ каждый день ищет Бога, а Бог говорит, ищите меня. То есть, вы меня не ищите. Ну, да. То есть, получается, они чем-то это заменили другим? А вот чем? Вот именно. Вы понимаете, идея в том, вот было написано, вот в Ареме ищите от всего сердца. Они хотели узнавать от Бога, что советы, информацию получать, а вот как будет вот в этой ситуации, в той ситуации, а ты мне здесь поможешь или нет. То есть, они хотели получать от Бога благословение без того, чтобы впустить Бога в свою жизнь. Можно сказать, что они искали Бога так, как это делали язычники? Они искали Бога для удовлетворения своих потребностей. И об этом прямо говорит 58 глава. Да, я вот с этим больше всего согласился. Да. Именно вот себе, чтобы было... Да, чтобы Бог решал их проблемы. Но, чтобы Бога впустить в свою жизнь, вот до этого дела не доходило. То есть, нам нужен Бог для того, чтобы Он решал наши нужды, решал наши проблемы. На страже нашей жизни был. Да, на страже нашей жизни, да. Но так, чтобы Бог изменил бы мою жизнь, Бог вошел бы в мою жизнь, вот так они не искали Бога. Ну, если, я извиняюсь, если мы будем там же 58 главу дальше, будем смотреть, там Исаия говорит, что вот мы делаем то-то, 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 ты не видишь, не слышишь. Ну, да. А почему? Потому что Бога это ищите меня. Ну, написано, сердце ваше далеко отстоит. Правильно? Естественно. Но, как вам кажется, вот наше сегодняшнее поколение далеко отошло от того поколения? Вот, если сегодня задать многие вопросы, вот зачем тебе Бог? Ну, вы знаете, я думаю, что все повторяется. Все повторяется. Ну, он в третьей главе, Крисяц сказал, что было, оно твое есть. То есть, сегодня очень многие тоже хотели бы иметь Бога на службе у себя. Да. Чтобы он решал важные вопросы их жизни и так далее. И, как правило, ну, большинство людей, они, ну, я не могу сказать, большинство, но многие люди приходят для того, чтобы как-то устроить свою жизнь. Понимаете? Вот, наверное, какой-то все-таки, какая-то корысть и эгоизм есть, когда человек приходит в Богу тоже. Правильно. Вот вы замечаете, когда мы вообще исследуем Священное Писание, Новый Завет, да? Вот, когда Иисусу подходит, он всегда задает вопрос, что тебе нужно. А, да, он говорит, сначала веруешь ли? Да, а что тебе нужно, да? То есть, люди всегда подходят к Иисусу, потому что вынуждают определенные нужды и проблемы. А вот, чтобы так просто сказать, а мне ничего не нужно, просто приди в мою жизнь, просто приди сегодня ко мне в гости. Я сегодня решил ничего тебя, ну, не просить, просто хочу посидеть рядом с тобой. Ну, на пальцах можно найти. Может быть, это из-за того, что мы своим человеческим разумом или представлением представляем Бога себе, как какого-то высокого начальства, высокое начальство. А когда я прихожу к начальству, ну, простите, я же не прихожу к нему чай попить, я прихожу к нему, потому что у меня есть какие-то нужды, чтобы он решил мои нужды. Да, ну, вы понимаете, вот, как раз это неправильное понимание Бога. Понимаете, это, вы знаете, это к чему придет? Вот сегодня у меня есть нужда, Бог мне нужен. Ну, я уже не решился. Да, если завтра вопрос решится, и у меня вот на данный период времени нет нужды, Бог мне не нужен. Ну, не так. А Бог говорит, я хочу быть в жизни твоей, я хочу быть в твоем сердце. Я хочу не выполнять роль палочки-выручалочки, а я хочу изменить тебя изнутри. Да, да. Поэтому, вы понимаете, вот эта ирония, мы можем целый день, каждый день искать Бога. А Бог скажет, вы меня не ищете. Не ищете. Нет. Вы ищете удовлетворение своих потребностей. А я скажу, подожди, в церковь хожу, пою, там, пожертвования делаю, Господи, ну как это я не ищу? А вот в глубине сердца все-таки я все это делаю для того, чтобы решились мои проблемы. Однозначно, Анатолий. Вот именно об этом здесь говорит и Исаия. И вот седьмой текст, фактически, это призыв уже вот к покаянию, к обращению, да? Пусть нечестивый, а путь нечестивый оставит путь свой. И злой человек свои помыслы. Пусть обратится к Господу, и он его помилует, к нашему Богу, потому что он щедр на прощение. Вот смотрите, вот читая вот этот текст, мы уже понимаем, да, что истинное покоение предполагает оставление прежде бы образа жизни. Он прям конкретно говорит, что оставить. Да, он прям и говорит, да, оставить нечестивый путь свой. Беззаконник помыслы свои. Да, он говорит и физически, и морально-духовно. Ты должен переменись. Да, то есть невозможно, это честно, невозможно взыскать Бога, пребывая во грехе. Да, но здесь такой тонко завуалированный грех, что если ты скажешь человеку, что он, живя вот таким образом в жизни, приходит в церковь, участвует в жизни церкви, и сказать ему, что ты беззаконник и нечестивец. Нет, но в принципе все мы во грехе. Но есть грешник, который по природе грешника, есть грешник, который творит грех и видит в этом смысл жизни, наслаждение. Да, и вот Бог говорит такое, то есть невозможно, невозможно, и дальше он как раз мотивирует, восьмой текст, мои мысли, это не ваши мысли, и ваши пути, это не мои пути. Поэтому он говорит, что если ты хочешь меня взыскать, ты должен оставить свой прежний образ жизни. Мы очень часто говорим, Бог принимает всех такими, какими они. Естественно, Бог таких всех принимает, но Бог не говорит о том, что вот как я тебя принял, вот таким ты должен оставаться. Об этом нет речи. Бог говорит, я тебя принял, но ты должен оставить свой прежний образ жизни. И смотрите, что он говорит, и обратиться беззаконник, да обратиться к Господу, потому что и он поменует. То есть от Бога может быть только это прощение, и только Бог может дать вот эту силу преодолеть и оставить свой прежний образ жизни. Поэтому он говорит, оставь свой образ жизни и обратись ко мне. Ты можешь оставить, но если ты не обратишься ко мне, ты опять вернешься на ту же самую дорогу. Если вспомнить слова Христа, сказанные по этому поводу, то есть человеку может казаться, у меня есть сила воли, я вот бросил, оставил, но и Бог мне не нужен. Тогда он опять вернется, рано или поздно, на свой прежний образ жизни. Только Бог может дать вот эту силу, и только Бог может вытащить из вот этой грязи, чтобы человек полностью оставил свой нечестивый образ жизни. И вот когда мы читаем восьмой и девятый стихи, давайте прочитаем тоже. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мысли ваших. Мы понимаем, что эти два текста должны понимать, читать в контексте седьмого стиха. Потому что и здесь пути и мысли, да, Бога это о своих путях и мыслях. А в седьмом стихе говорит о грешнике, который тоже имеет свои мысли и свои пути. И вот когда мы комбинируем вот седьмой, восьмой, девятый тексты, вот какая картина перед нами предстает? Вот что Бог говорит здесь? Ну, Бог говорит, что поменял это все. А, Он говорит здесь, что вы вообще понять не можете, как это все я прощаю и меняю в жизни. Вы мои пути понять не можете. Да. Он говорит, ну, не старайтесь понять. Вы просто доверьте, и все. Потому что мы пытаемся все понять, расшифровать, умножить, поделиться. Если своим образом мышления будете пытаться понять меня. Да. Можно вот так понять, можно. Вот, например, мы об этом говорили, вы помните, в сороковой главе. Разум его не следит, да? Или он ни с кем не советуется. Он в тех контекстах, да. Вот контекст был о том, что человек не в состоянии постичь образ Божий. Но здесь все-таки, если мы смотрим это в контексте седьмого стиха, когда речь идет о мыслях, о путях грешного человека, здесь, скорее всего, Господь, вот именно вот в этом контексте, говорит не столько, что его разум не следим. Он имеет в виду, что те мысли, которые у меня, те пути, которые у меня, и те, которые у тебя, они не идут в одном направлении. То есть мы не можем идти в одном направлении, потому что твои мысли другие, мои совершенно другие. У меня праведные, у меня святые, у тебя безбожные. Если ты хочешь, чтобы мы шли в одном направлении, ты должен оставить свои пути и свои мысли. Да, ты должен взыскать. То есть здесь больше контекст не о том, что Бог не постижит, об этом больше говорила сороковая глава. А здесь в контексте все-таки он говорит, что если сравнить мои пути праведные, святые и твои, ну это вот как небо и земля. Это как небо и земля. И поэтому мы не сможем идти вместе, потому что ты идешь на беззаконие, а я на правду. И поэтому если мы хотим идти вместе в одном направлении, то человеку нужно поменять свои пути и свои мысли. Ну и десятый, одиннадцатый текст, здесь тоже очень интересно, да, он приводит сравнение своего слова с дождем и снегом, да? Да, если он говорит, оно обязательно исполнится. Обязательно. Обязательно не бывает. То есть как дождь падает, здесь мы понимаем круговорот, да, это происходит, да, дождь падает, потом у нас испаряется, опять возвращается. То же самое Бог говорит каждое мое слово. Вот все, что я сказал, оно просто так не посылается. В тех условиях, когда Исаии это говорит, то это более ярко, наверное, проявляется. Я еще раз как-то говорил, уже вернусь еще к этому. Тогда, когда в Израиле начинается сезон дождей, когда начинается дождь. Посмотрите, мы живем здесь, в Лос-Анджелесе, когда начинается сезон дождей, как меняется природа? Все зеленеется. Это на глазах. Дождь прошел, если он регулярно начинает идти, там через три-четыре дня уже все становится зеленым. То есть мы должны понять, что действие Божьего Слова, оно всегда плодотворно. Если нам иногда кажется, что оно не достигло своей цели, такого просто не может быть. Если Бог сказал, если Бог послал, оно всегда достигнет своих целей. Бог сказал, что пойдете в плен, пошли в плен. Бог сказал, что я выведу вас из плена. Они вышли из плена. Поэтому Божье Слово, оно всегда плодотворно. Оно всегда выполняет то, для какой цели оно существует. Вопрос теперь только остается в том, что ведь Бог работает в союзе с человеком. И ему нужны такие люди, которые смогут правильно донести Его Слово. Которые совершит правильно свою работу. – Однозначно, это Константин, но все равно. Вы помните, что говорит, даже если вы промолчите камни, он вас запьет. – Нет, я не к тому говорю, что Богу трудно найти, а к тому говорю, что… – Он нашел нас, и нам надо что-то делать. – Да. – Да, но вот интересно, вот такую параллель можно. Поскольку Его Слово всегда плодотворно, а Его Слово часто Он поручает через Его детей, то есть через нас, да, Вестников, то и наша деятельность, она тоже должна быть плодотворной. – Да. – Вот это тоже очень важный момент в нашей жизни. – Хорошо, давайте мы теперь плавно перейдем к 58 главе. И когда мы читаем 58 главу, мы понимаем, что вся глава у нас сосредоточена вокруг одной важной истины. То есть фундаментальный вопрос. Религия используется для удовлетворения личных потребностей или для служения Богу? И вот это настолько серьезный вопрос, дорогие, настолько серьезный вопрос, что когда начинается вот первый текст, вот смотрите, как он «взывай» громко, вот если даже перевести вот с языка оригинала «не щади горло». – Выкрикивай. – Выкрикивай, да, «не щади горло». И вот этот крик, он должен уподобиться звуку трубы, да? Есть, да, такое в первом тексте? – Да, «кричи во весь голос», написано, «кричи безудержно, пусть так звучит, как трубы звучат, призывая к уже народу моему на беззаконие возвести якову на грязь». – То есть это очень серьезный вопрос. Потому что вот труба обычно, ну по разным причинам она может трубить, но одно из ее предостережений она просто трубит, чтобы предостеречь народ от вторжения противника, да? – Да, ну инструмента много есть, а все-таки труба, потому что ее звук слышно ко мне сильно. – Да, да, то есть как народ должен подготовиться, видя, если противник наступает, да? – Вот теперь это весь настолько серьезное, что ты взывай так, чтобы все поняли, что это не шутили. – Да, это очень серьезный вопрос. – Давайте теперь вот почитаем, а почему, вот с чем связано вот это предостережение? Вот второй стих. – Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий правильно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приблизиться к Богу, приближения к Богу. – Вот интересно, да, вот зачем вот этот звук предупреждающий, да? – Если народ каждый день, как мы уже отметили, да, ищет Бога, вопрошают Бога о судах, желают приближения к Богу. – Ну, вот в моем переводе написано, день за днем ищут меня и желают знать меня, пути мои, словно народ, что творит правду. – Вот этот момент, вот это слово, самое ключевое. – Как бы народ, поступающий правильно. То есть Бог обличает свой народ, потому что он поклоняется лицемерно. – А хуже этого для Господа ничего нет. – Вроде бы и есть, но нет. – Да, поэтому он говорит, не щади свое горло, кричи, что мой народ грешит. – А в чем его грех? – А внешне посмотришь, а никакого греха. – Набожный народ. – Приходит каждый день, Господи, а как мне поступить вот в такой ситуации? – А вот подскажи. – То есть смотришь, набожный народ. – А Бог говорит, это только нищий. – А в глубине сердца, вот смотрите, желают, что они, вопрошу от меня, о чем? – Путь узнать. – О судах, да, вопрошу от меня о судах. А теперь 59 главу давайте откроем, мы 4 стих прочитаем и 8 стих прочитаем. – Интересовали ли их суды? – Справедливость. – Четвертый. – Никто не взывает к справедливости, никто не защищает делать честно. – И 11 стих. – А, то есть 8, я извиняюсь. – Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. – Вот смотрите, вот когда мы читаем 58 главу 2 текст, написано, они вопрошу от меня о судах правды. А когда мы читаем 59 главу 4 текст, говорит, никто, никто абсолютно не возвышает голоса за правду. Как же они вопрошают о судах правды, если никто не беспокоится о правде? – Мне кажется, в Новом Завете Иисус очень хорошо касается этого, когда он обращается к фарисеям, и говорит, что «габая красота». – Горобая красота, лицемеры. – Волны костей внутри, мерзости, а снаружи все нормально. Мне кажется, такая двойная жизнь, двойные стандарты, мне кажется, это везде тяжело. Это не только в вере Бога, это в семье тяжело, это в обществе, это двойной стандарт. – Да. – Со временем, мне кажется, ты во всем развлечуешься. – Конечно. То есть, на самом деле, мы должны понять, что это очень серьезный грех. – Понимаете? – Очень серьезный грех, когда человек лицемерно что-то делает. Будь это во взаимоотношениях с Богом, будь это во взаимоотношениях между людьми. Лицемерие, оно всегда по лицам и по лицам. – Ну да, третий текст он там, говорит об этом третий текст. – Да, третий текст прямо об этом говорит. И дальше вот даже мы читаем, да, вот третий, четвертый, давайте почитаем. – А зачем же мы постились, говорят они, если же ты не видел? Зачем мы смирялись с себя, если ты не заметил? Но в день своего поста вы служите своей выгоде и притесняете работников своих. – Вот интересно, да, вопрос они поднимают, да? Они каждый день ищут Бога, каждый день вопрошают о Его судах, постятся, молятся и говорят, а ты не слышишь, а ты не видишь. – Но как-то странным образом они это поняли, что Он их не видит и не слышит. – А потому что у них бедствия приключаются определённо, они молятся, они постятся, чтобы ситуация разрешилась, а она не разрешается. – И человек ищет причину в Боге, это Бог не отвечает, Он виноват, а у меня всё нормально, я же молюсь. – Я молюсь, я взываю Бога, я Ему ищу. Все это видят, набожный человек со стороны, а когда проблема, Бог не отвечает. – Да, вы знаете, я всё-таки очень часто вспоминаю послание апостола Павла к Каримской церкви, он говорит, итак, никто никак не судите прежде времени, потому что мы сказали, ну это такой верующий человек, что ему даже вообще, он уже должен быть спасён, ну так нам кажется, по крайней мере. – Да. – А тот, ой, он далёк от царствия. – А всё наоборот. – А как раз тот может быть спасён. – То есть, вы понимаете, Бог не отвечает на лицемирную молитву. – Просто, да. – Бог не отвечает на лицемирю. – Это самый страшный и самый ужасный грех. – И далее мы читаем, вы смотрите, они вроде постятся, да? – А в четвёртом тексте говорит, вы поститесь для ссор и распор, и для того, чтобы дерзкую рукою бить других. – Ну, не совсем я понимаю, что это буквально. – Да, это буквально. – Поства заканчиваются ссорами, распорами и жестокими побоями. – Да, это буквально. Здесь речь идёт об их отношении к рабам, своим рабам. – О, бьёте рабов. – Да, они бьют своих рабов. – Когда мы читаем шестой текст, и когда Бог говорит, вот пост, который я определил, да, обратите внимание, все здешние действия, они направлены на то, на свободу, на освобождение от вот этого ига, на освобождение от рабства. И вы помните, Иеремия даже тоже говорил, да, вот хозяева должны были отпускать своих рабов, они не отпускали их. И очень жестоко и грубо с ними обращались. И вот пятый текст, давайте мы почитаем, он тоже очень интересный. – Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томил человек душу свою, когда гнёт голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубящий пепел? Это не назовёшь постом и днём угодным Господу. – Вот интересно, очень интересный момент. Вот смотрите, Юдия говорит, мы постимся, да? – Да. – А ты нас не слышишь. И говорит, ты что, ты, как бы, вот Богу они говорят, ты не видишь, например, вот как я пощусь, да? Вот, как тростник, да, подстиловую голову мою, мажу свою голову. То есть веду вот такой унылый образ жизни. А что Бог отвечает? Говорит, а что? – Ты это постом называешь? – Вот это то, что ты делаешь. Вот это внешнее твоё проявление, да? Вот это ты считаешь, что это пост. – Да. – И, знаете, мне кажется, сегодня тоже вот люди, ну, вообще, не до конца понимают, зачем приходят Богу и в церковь. Просто вот, ну, сегодня, допустим, ну, не в такой форме, но в другой форме. Вот человек приходит, и я очень часто задаю прямой вопрос из-за кафедры. Зачем вы пришли сюда? Вот зачем вы пришли сюда? Просто наивный вопрос. Ну, пришёл, ну, помолиться. Нет, зачем всё-таки пришёл? Вот это у меня вопрос беспокоит. Ответь себе сначала этот вопрос. – Да. – То есть, мы понимаем, что истинный пост связан не с внешним проявлением скорби. Когда мы читаем Евангелие от Матфея, 6 глава, 17-18 стих. – Да. – Вы помните, что Христос говорит? – Да. – Ты когда пастись, а пастись так, чтобы вообще никто не заметил. – Не делая лицо умным. – Да. Чтобы внешне вот на тебя посмотрели и не поняли, что ты постящийся. – Ну, то есть, не на показ. – Не на показ. То есть, не надо вот голову, вот как они всё… Говорят, это вы считаете, что я это устанавливал? – Да. – Что вы пепел на голову посыпаете? Это вы. Вы всё это выдумали и выказываете внешне, что вот, смотрите, какая скорбь, мы постимся. Говорят, а это не то. Это не тот пост. Говорят, а тот пост, который я установил, это уже 6-7 текст. Вот обратите внимание, вот в 6 стихе все глаголы. «Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма. Угнетённых отпусти на свободу, расторги всякое ярмо». То есть, во-первых, вы знаете, мы здесь и буквально понимаем, и духовно понимаем. Буквально – это их отношение к своим рабам. – Да. – Но и духовно здесь можно понять. – Конечно. – То есть, духовно, если я пощусь, я должен помочь человеку освободиться от оков девок. – Да. А седьмой текст, он связан уже с чем? – Ну, твои действия должны быть вот такими. Поделись едой с голодным, дай бедному пристали, присталише, скитайцу, веди его в дом, одень его, не отворачивайся. – Да. То есть, если мы возьмём духовную сферу, не физическую, да, Анатолий Васильевич, шестой текст, он больше связан с духовным освобождением человека, а седьмой текст связан с материальным участием в жизни вот этого человека. То есть, обеспечь его и духовную потребность, обеспечь его и физическую нужду. И более того, здесь даже говорится не столько ты дай ему кусок хлеба, сколько в десятом тексте, говорит, напитаешь, а дашь голодному душу твою. И поэтому истинный пост – это не то, чтобы люди видели внешне, вот какая у меня скорбь, а истинный пост – это как раз моя активная деятельность по отношению к другому человеку. И вы обратите внимание, здесь нигде пост не связан с воздержанием от еды, от воды. Вообще здесь об этом не говорится. В данном случае нет. Писание в других местах говорится об этом. Но в данном случае похоже, что народ просто неправильно вел себя по отношению к ближним мирам. Да. Но в любом случае Анатолий, если человек опять сводит свой пост к тому, что он воздержался от еды, от воды, но Бог бы то же самое сказал. Это разве тот пост, который я назначал? Если только сводит вот к этому. Опять внешняя форма. Я не поел вот с этого часа по такой-то час. Да. Даже если это никто не заметил, что он не ел, но он себя этим утешает. Да. То есть это тоже не пост. Понимаете? Настоящий пост – это помочь человеку ближнему, духовно и физически. Вот то, о чем здесь говорится. И интересно, что Бог не может проявлять сострадание к тем, которые, в свою очередь, не проявляют сострадание к другим. Вот они говорят – ты нас не слышишь, мы постимся. Мы не видим твоего сострадания, а Бог говорит о ваших рабах, которых вы угнетаете, а не видят от вас сострадания. То есть как ты можешь ожидать от меня сострадания, если сам по отношению к другому? Молитву начинаешь. Да. Молитву начинаешь, да? Прости нам. Мы прощаем. Да. Если не прощаешь, то естественно. Давайте мы теперь рассмотрим последние два стиха – это 13-14 стихи. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу от радуя святым днем Господнем, чествуемым, и постишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. И я возведу тебя на высоты земли, и дам вкусить тебе наследие Иакова, Отца твоего. Уста Господне из реклеета». Да. Мы должны, вы знаете, понять очень важную деталь, что 58-я глава не о посте и не о субботе. 58-я глава о том, что люди служат Богу лицемерно. Просто пост и суббота здесь приведены в качестве примера, чтобы показать, что вот иудеи на самом деле постятся. Считали как застук. Да, они постятся на самом деле, но они постятся лицемерно. Иудеи на самом деле субботу соблюдают. Но опять же соблюдают лицемерно. Поэтому 58-я глава не о посте и не о субботе. Но в данном случае, что Бог говорит? Вот смотрите, если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихоти твоих. Вот интересно. Но теперь иудеи, они что, они же все-таки соблюдали субботу? Соблюдали, но похоже, что где-то не с тем акцентом. Да. Вот смотрите. Вы знаете, это на что похоже? Говорят, ищите Господа. Да. А здесь, говорят, они каждый день ищут. А он говорит, ищите. Теперь они соблюдают как бы субботу. А он говорит, нет, а вы удержите ваши ноги. Так они же физически никуда не идут в субботу. Но мысли ходят. Мысли ходят. Вы помните пророк Амос? Амос. Он как раз захватывал. То есть было раньше пророка Исаии, но проповедовал опять же при том же царе Озии. Давайте откроем, посмотрим, что Амос говорит. Восьмая глава, пятый стих. Вы, которые говорите, когда-то пройдет новолудня, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру. Хорошо. Но смотрите, они же в субботу не работали. Житницы были закрыты. Мы понимаем, что Амос проповедовал в одни Озии, и Исаия проповедовал в одни Озии. Житницы были закрыты, но они уже как бы находились в субботу, но уже… То есть всю субботу о чем они думали? Планировали торговлю. Планировали торговлю. Планировали торговлю. Когда завершится суббота, чтобы нам открыть наши житницы и опять вернуться к бизнесу. Но не просто к бизнесу, а не к честному бизнесу. Не честному бизнесу. Потому что написано, урезая меру, завышая цену, обманывая в одни Озии. Да, точно. 100%. А еще и не честному бизнесу. Конечно. И вот смотрите, как здесь написано. Если ты, а ты приходи и будешь называть субботу от радости, то есть фактически они соблюдают субботу, но суббота никакой радости им не доставляет. Вы понимаете, это очень серьезный и очень важный момент. Если суббота не доставляет радости, то означает, ты ждешь того момента, когда суббота завершится. Потому что она становится для тебя бремя. Вопрос. Да, несколько советов. Как она может радость принести? Как она может принести радость? Вот смотрите. Вот смотрите, вот смотрите, то будешь, вот 14 текст. Смотрите, если, то будешь иметь радость Господе. То есть, если ты не лицемерно будешь служить Господу. Тогда она будет радость приносить. Тогда, то есть от всего сердца будешь служить Господу, тогда оно будет для тебя радостью. Если ты не служишь Господу, оно не будет тебе приносить И это же глаголы эти именно полностью исключают цемерие. Да. Почему люди не имели счастья, радости и того, потому что все, что они делали, или на показ, или на собственной цели, или лицемерно. Однозначно, Анатолий. Вот совет какой? Совет только радость в Господе. Если ты служишь Господу, то и суббота, и любое служение будет для тебя радостью. Если ты служишь не Богу, а используешь Бога для своих целей, и покрываешь все это религией, то религия для тебя будет применена. Ну, в итоге, мне кажется, мы раскрыли вот эту суть, вот эту идею, и вся 58 глава, я опять повторял. Будет ли человек иметь удовлетворение, радость, или не будет, это зависит не от того, что он приходит в церковь. Это зависит от того, он с Богом, или он прикрывается религией, своей внешней формой служения, чтобы использовать Бога для удовлетворения своих прихотей и похотей. Но если это все так честно и открыто, то ему захочется и в церковь идти, ему захочется и в субботу святить, ему захочется абсолютно все иметь, потому что и это все будет ему в радость и в довольство. Однозначно. Вот смотрите, в завершение я бы хотел обратиться на конструкцию. Если, то. То есть, это как бы обоюдное вот такое согласие, да? Вот если человек со своей стороны прекратит лицемерить, тогда Господь на самом деле обогатит жизнь вот этого человека. Если же он будет продолжать лицемерить, то, естественно, Бог его не услышит. И написано, а если будет истинно служить Богу, вот девятый текст что говорит? Тогда ты возобьешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет, вот я. А если лицемерно, тогда мы здесь читаем, они будут говорить, а почему ты нас не слышишь? А мы каждый день делаем то и это. Поэтому пусть Господь нас благословит, дорогие, чтобы мы бы на самом деле осознали, что лицемерное притворное служение, оно никогда не приведет нас к Богу. И как бы мы бы ни старались, хоть целый день ты молись, хоть целый день ты читай Библию. Если это лицемерно, если ты это делаешь только для того, чтобы использовать Бога для решения твоих проблем, то Бог скажет, что я вас не знаю. А если ты хочешь служить Господу, тогда ты на самом деле будешь иметь радость Господу. И возобьешь, и Он скажет, а я здесь. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы наши сердца перед Богом были бы чисты. Аминь. Аминь. Спасибо.